У юных жителей Электрогорска появилась возможность заниматься каратэ. Секция данного стиля открылась в городе три месяца назад. Под руководством тренера Алексея Сивалдаева воспитанники изучают целый комплекс, направленный на формирование активной, духовной и физически развитой личности. Это настоящее боевое искусство, которое позволит ребенку овладеть своим телом, улучшить координацию, ловкость и силу. Этот вид спорта воспитывает у детей волю, дисциплинирует, учит ставить цели и достигать их. В Электрогорске мы начали тренировать в спортивной школе совсем недавно, буквально в этом году. Начинали мы с детских садов. В прошлом году мы тренировали в детских садах. Вот здесь есть ребята, которые перешли уже из детских садов. Они успешно выступают на соревнованиях, занимают призовые места. Когда дети увлечены чем-то, каким-то видом спорта, это очень хорошо, это без разницы, какой спорт. Карате, борьба, баскетбол, волейбол не имеет значения. Главное, чтобы ребенок был увлечен каким-то спортом. Несмотря на то, что секция существует недолго, она уже дает свои плоды и блестящие результаты. Один из воспитанников секции Климент Кач на первенстве Центрального федерального округа среди юношей 12-13 лет в весовой категории 60+, занял третье место. Ему торжественно вручили книжку о присвоении второго спортивного разряда. Это, скажем так, гордость нашего города. Я думаю, что он на этом останавливаться не будет и дальше будет достигать новых вершин, потому что я думаю, что, вне сомнения, это по плечу, если он в 12 лет уже завоевывает второй спортивный разряд. Я хотел бы сюда позвать Клима. Поздравляю. Клим, хочу пожелать тебе дальнейших успехов. Здесь единственное, нужно будет поставить свою личную подпись. И это начало, чтобы ты, скажем так, в следующий раз уже с новой книжечкой уже шел первого разряда КМСу, то есть и мастером. Клим, поздравляю тебя. Поклопаем, ребята. Сейчас для него это только начало сложного пути, по которому он идет твердой и уверенной походкой. Я думаю, что никак без смелости, гордости нельзя забывать также про своих ребят, которые помогают тебе тренироваться, про тренера, про всех остальных. Что я думаю, без тренера я бы не достиг такого уровня. Поэтому, вот, думаю, так. А с какого возраста у тебя появился интерес к занятиям карате? Как ты к этому пришел? Карате начал заниматься в 9 лет, но вообще спортом с 5. Меня привел папа, любовь к спорту, и если бы не он, то и достижений моих тоже бы не было сейчас. Какие планы ты внутри сам видишь для себя? Хочу продолжить тренироваться и выиграть все, что в моих силах будет. На данный момент численность воспитанников составляет 15 человек, но она постоянно растет. Учеников ждет аттестация на пояса, участие в тренировочных сборах и соревнованиях. Есть положительные отзывы от родителей, да, и так же, как и от тренерского корпуса, идут, скажем так, положительные какие-то эмоции, и это передается детям, и дети вновь и вновь стремятся на тренировочный процесс. Ребята занимаются с огромным удовольствием, а среди воспитанников даже есть девочки. На данный момент замечается такая тенденция, что очень много девочек занимается, особенно вот сейчас в детских садиках. Где-то процентов 50 на 50, вот 50 процентов мальчиков и 50 процентов девочек. Вот и девочки, вот как мы сейчас в последнее время наблюдаем, очень активно и в карате, и в любых других видах спорта, в борьбе, везде. И очень хороший результат показывает. Вот мы надеемся, что девочек у нас много, мы надеемся, что они тоже скоро покажут хорошие результаты и будут прославлять город Электрогорск. Школа «Вымпел» ведет набор на отделение карате. К занятиям допускаются дети в возрасте 6 лет и старше. Занятия проводятся три раза в неделю по адресу город Электрогорск, улица Безымянная, дом 11, здание полиции. Более подробную информацию можно получить в администрации спортивной школы «Вымпел» по телефону 3-29-75 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, с 13 до 14 часов обед, суббота, воскресенье, выходные дни. Спасибо.